Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале CBC, студии Телли Гусейн Задей и в начале коротко о главном. Выступление президента Азербайджана Ильхам Алиева и поднятие государственного флага 15 октября в городе Ханкенди оказались в центре внимания мировых СМИ. Боевое крыло Хамас, группировка бригады Зеддина Аль-Касама заявила, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в 10-й день войны на Ближнем Востоке. Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Саламезу Рабешвили. В обращении депутатов грузинского парламента об импичменте поддержали шесть членов высшего судебного органа из 9 дней. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку на освобожденную от армянской оккупации земли Карабахского региона и республики. Глава государства заложил фундаменты сел Гочи Ахмедли и Джуварлы в Физулинском районе. Помимо этого Ильхам Алиев заложил в городе Физули фундамент жилых комплексов, детского сада, административного здания и спортивного комплекса. 20-летний период со дня первой инаугурации Ильхама Алиева ознаменовался очередной крупной победой Азербайджана полным восстановлением территориальной целостности страны. Кроме того, за годы президентства Ильхама Алиева страна добилась значительных достижений в различных областях благодаря усилиям главы государства. Сегодня Азербайджан представляет собой сильную и процветающую страну, кардинально изменившей геополитические реалии в регионе Южного Кавказа. Непоколебимое желание служить своей стране и народу, сила духа и твердая воля, а также неудержимое стремление к достижению поставленной цели. Эти слова как нельзя лучше описывают главу азербайджанского государства Ильхама Алиева. Возглавив страну в 2003 году, президент дал обещание народу продолжить политический курс своего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева. Данное Ильхама Алиевам обещание притворяется в жизнь. Наследие общенационального лидера живет спустя два десятилетия и будет жить всегда в сердцах азербайджанского народа. Под чутким руководством главы государства страна достигла небывалых высот и занимает достойное место на международной арене и является безоговорочным лидером Южнокавказского региона. Ровно 20 лет назад азербайджанский народ, оказав мне большое доверие, избрал меня на президентских выборах на пост президента. Обращаясь тогда к родному народу, я дал слово, что буду отстаивать национальные интересы азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность страны. Я принес клятву, положив руку на Конституцию и Священный Куран. Рад, что за последние 20 лет все данные мною обещания, все поставленные перед собой задачи, выполнены. За 20 лет Азербайджан достиг значительного экономического роста. Страна стала одним из ведущих экономических центров региона, благодаря развитию нефтегазовой промышленности, инфраструктуры, туризма и других отраслей. Под руководством Ильхама Алиева реализованы различные программы по улучшению социального благосостояния населения. Проведены реформы в области здравоохранения, образования и соцобеспечения. Азербайджан является активным участником мировых процессов, налаживает отношения с партнерами и устанавливает дипломатические отношения с новыми странами. И во всём этом прослеживается грамотная внешняя политика Ильхама Алиева. За эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мировом масштабе. В мире уже считаются с Азербайджаном. Позиция нашей страны, шаги нашего государства имеют большое значение не только в регионе, но и на более широкой географии. Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 20 лет, очевидны. Наша экономика выросла более чем в 4 раза. А сильная экономика означает независимость. Независимость никогда не должна быть условной. Чтобы добиться настоящей независимости, нужно иметь сильную экономику, иметь сильную армию. Тернистый политический путь азербайджанского лидера спустя 20 лет со дня его первой инаугурации ознаменовался еще одной победой – окончательным и полным восстановлением территориальной целостности страны. Причиной тому в очередной раз стали глубокие познания Ильхама Алиева в области геополитики. Речь главы государства в крупнейшем городе Карабахского региона Ханкенди произвела настоящий фурор не только в Азербайджане, но и за его пределами. То, что еще недавно казалось просто невозможным, сегодня является реальностью азербайджанского народа. 20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. Каждый день, каждый час мы шли к этой священной цели. Мы каждый день приближали этот священный миг, и я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте, своей работой должен приближать этот день. Главная причина того, что мы сегодня находимся здесь, это азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за родину, за землю, да упокоит Аллах души всех наших героев. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними. И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенных в сентябре антитеррористических мероприятий, азербайджанский солдат, офицер, проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими вооруженными силами. Они – источник нашей гордости. Жизненная цель Ильхама Алиева – освобождение Карабаха от армянской оккупации – была достигнута. Это позволило не только восстановить территориальную целостность страны, вернуть беженцев и вынужденных переселенцев на их историческую родину, но и восстановить историческую справедливость. Впереди ответственная задача – восстановить оккупированные территории, которые на протяжении почти 30 лет подвергались вандализму со стороны армянских оккупантов. Однако и с этой задачей Ильхам Алиев справился на ура. Здесь ведутся активные работы по реконструкции, восстановлению разрушенных городов, сел, инфраструктуры некогда цветущих населенных пунктов. Сегодня Ильхам Алиев достойно продолжает свою политическую деятельность, стремясь к дальнейшему развитию Азербайджана и укреплению его места на международной арене. Непростой путь главы государства к достижению территориальной целостности Азербайджана стал важным этапом в истории страны и показал его решимость и лидерские качества, обеспечив благополучие и процветание азербайджанского народа. Фарид Адилов, CBC. Авторитетные СМИ разных стран уделяют сегодня большое внимание новости о поездке президента Ильхама Алиева в Ханкенди, Ходжалы и другие освобожденные территории. Реал Ньюз, Актуал, Интерпресс и ряд других популярных новостных порталов Грузии опубликовали серию материалов на азербайджанском, русском и грузинском языках. В публикациях сообщается о поднятии Ильхама Алиева, азербайджанского триколора в каждом из населенных пунктов, а армянские сепаратисты понесли заслуженное наказание. Грузинские СМИ также приводят высказывания главы государства о проектах, нацеленных на развитие и процветание Карабахского региона Азербайджана. Японский телеканал NHK также посвятил поездке Ильхама Алиева в Ханкенди репортаж. В сюжете упоминается, что проведенные ранее антитеррористические мероприятия локального характера вынудили армянские вооруженные формирования покинуть Карабахский регион. Латвийское издание Delphi также пишет, что Ильхам Алиев посетил Ханкенди впервые за два десятилетия своего президентства. Все это время город был оккупирован. В статье молдавского канала ТВ-8 подчеркивается, что поднятие флага Азербайджана в Ханкенди символизирует восстановление контроля государства над всей территорией страны. Большой интерес к поездке Ильхама Алиева на освобожденную территорию вызвал и украинских СМИ. В частности, об этом сообщили РБК Украина, 24-й канал, ТСН и другие информационные агентства и эстонское издание Post Times. Тема продолжим. С нами Камалиевым, чрезвычайным и полномочным послом, доктором юридических наук, профессором. Добрый вечер, Намик Меалим. Добрый вечер, Тель-Лихан. Азербайджан единственная, как отмечают эксперты из постсоветских государств, полностью восстановившая территориальную целостность и суверенитет на своей территории именно благодаря главе государства, президенту Ильхаму Алиеву. Как в целом вы оцениваете все те достижения, нынешнее положение, внутренне общественно-политическую ситуацию в нашей стране? Ну, прежде всего, я хочу поздравить всех нас, весь наш народ с таким фактом, потому что водружение азербайджанского флага в Ханкианди – это как бы завершающая точка вот всего этого процесса освобождения своих территорий, выполнения той миссии, которую взял на себя президент Ильхам Алиев. Это уникальное событие, потому что, во-первых, как вы правильно сказали, это первое из так называемых постсоветских государств, которое восстановило свою территориальную целостность, вопреки желанию очень-очень многих сил и государств. Очень много примеров, к сожалению, таких примеров, когда политические лидеры обещают своему народу очень многое, приходят, и завершение их миссии доказывает, что эта личность была просто неспособна сделать то, о чем говорила тогда, когда шла к власти. Ильхам Алиев – это тот случай, уникальный случай, когда этот вопрос не оставляет ни у кого сомнений. Ильхам Алиев выполнил свою миссию, выполнил достойно, и Азербайджан ждет от него еще более успешных достижений, связанных с восстановлением Карабаха, созданием уникальной территории, части территории Азербайджана, превращение ее в уникальный уголок нашей страны, где будут царить самые современные технологии, самые современные идеи, где люди будут жить в соответствии с мечтами очень многих наших современников. И я думаю, что азербайджанский народ достойный. Азербайджанский народ, который освободил свои территории, доказал всему миру, что мы независимы, что мы любим свой народ, что мы гуманны, что мы никогда не совершали тех преступлений, которые были совершены в отношении нас, и мы не будем совершать этих преступлений. Мы сделаем все так, чтобы тем, кто побуждал наших врагов совершать эти преступления, им было бы просто немножко стыдно. И я думаю, что сегодня те чувства, которые я видел и чувствовал в общении с моими соотечественниками, с моими друзьями, с моими близкими, родными, то, как мы сегодня на работе общались, то, как мы встречались на улице, то, как люди на улицах просто улыбаются, идут по улицам и улыбаются. Вот это ощущение счастья, которое было подарено освобождением вот этих территорий нашим президентом, оно незаменимо. И я благодарю, во-первых, за то, что Азербайджан испытал это счастье, благодарю и президента, благодарю и тех солдат, офицеров, генералов, которые сделали возможной этой победой. Я благодарю всех тех, кто своим трудом приближал эту победу. Я чту память наших шеидов. Аллах рахмяталя сану Аллара. Это уникальная ситуация, по крайней мере, в новейшей истории. Никто, я думаю, сегодня не сможет показать аналогичную ситуацию какой-либо другой части мира, где конфликт был завершен подобным образом, и удалось бы преодолеть все те барьеры, которые стояли перед нами. Я всех еще раз поздравляю. Это историческое время, в котором мы живем. Это время, которое современники сегодняшние никогда не забудут до конца своей жизни, а потомки будут помнить. Действительно, Карабахский вопрос окончательно закрыт, и мы все стали свидетелями этих исторических перемен. И вот сейчас все усилия Баку направлены, конечно же, на достижение долгосрочного мира в регионе. Как вы считаете, вероятность есть того, что мирный договор уже будет окончательно решен при всех тех попытках Армении, которые и дальше продолжают просто увиливать от подписания мирного договора? Вы знаете, то, что Армения может увиливать от подписания мирного договора, это возможный вариант развития ситуации, но это не значит, что на этой земле Азербайджан даст повторить то, что сделала Армения. Это уже больше никогда не будет. Я думаю, что они тоже это осознают. Они пока еще выполняют заказ тех, кто подталкивал их к совершению этих преступлений и толкает сегодня в надежде на то, что ситуация на Южном Кавказе не стабилизируется, и Армения будет выполнять ту самую свою роль, которая служила все эти годы. Роль орудия в руках тех, кто пытается вмешаться в дела Южного Кавказа, кто пытается сделать так, чтобы нестабильная ситуация позволяла им в дальнейшем вмешиваться в дела Южного Кавказа. Поэтому я думаю, что вот этим попыткам, этим устремлениям осталось очень мало времени. Все прекрасно понимают, что флаг, водруженный на Тханкианды, это точка, которая была поставлена Азербайджаном. И все, что будет делаться сегодня против мирного процесса на Южном Кавказе, это будет делаться слишком уж явно, и за это придется отвечать, кто будет вести подобную политику. Я думаю, что шансов у них остается очень мало. И мирный процесс, он уже необратим. Я уверен, что ни Азербайджан не выпустит свою победу. И тем, кто попытается хоть что-то сделать для разрушения мира на Южном Кавказе, они будут отвечать перед судом истории, и это им просто не удастся. Спасибо вам большое. Намик Меолим, намик Алиев, и полномочный посол, доктор юридических наук, профессор подключался к нам. Новые старые жители Лачины уже прибыли в родные края. Этим утром 25 семей выехали из столицы в направлении своей малой родины. Переселенные семьи будут жить в домах, восстановленных после долгих лет оккупации или же отстроенных заново. Уже прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир, которая проводится при каждом этапе переселения. Новых старых жителей города Лачин провожали из Баку представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Лачинцы выразили свою благодарность президенту Лихаму Алиеву за проявленные внимание и заботу и также за возможность вернуться в родные края после победы азербайджанской армии. Я возвращаюсь домой. О чем еще можно мечтать? Я просто переполнен эмоциями. 20 лет наш президент служит народу. Мы благодарны ему за весь труд, который он вложил в освобождение наших земель. Программа «Великое возвращение» направлена на возвращение людей, которые были вынуждены покинуть свои земли в 1990-е годы. В результате проведения Армении свои оккупационные политики. 21 сентября 2022 года президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в городе Лачин. В течение короткого времени были начаты строительные и реконструкционные работы в самом городе, а также в селах Сабух и Сус. Уже идет процесс возвращения бывших переселенцев в город Лачин и село Сабух. Спустя 30 лет лачинцы возвращаются на свою малую родину. «Мне было около 26 лет, когда я покинула Лачин. Сейчас я возвращаюсь с матерью, братом и сестрой. Мы в долгу перед нашими героями и ветеранами. Искренняя благодарность нашим воинам и верховному главнокомандующему армии. Ильхам Алиев сдержал свое слово и вернул земли. Наконец, и в Ханкенде развивается азербайджанский флаг – главный символ Азербайджана». Большая часть Лачина уже восстановлена. В первое время в городе будет проживать около 4 тысяч человек. На первом этапе в Лачине было построено 70 домов, рассчитанных на 764 семьи. Также в городе созданы рабочие места, на которых будут трудоустроены более тысячи рабочих. На данный момент в Лачине обеспечено постоянное проживание 272 семей, то есть 1052 человек. Сара Алиева, Турала Минзаде, Сибиси. В Израиле 10-й день войны. Наземная операция в секторе газа, которая должна была начаться в выходные, отложена на несколько дней. В ней задействуют десятки тысяч солдат, сухопутных войск, танки, саперов и спецназ под прикрытием авиации и артиллерии. По последним данным, в ходе Палестино-Израильского конфликта погибли не менее 1300 жителей Израиля и больше 2000 палестинцев. Между тем, Израиль и Хамас опровергли информацию о достижении временного прекращения огня в газе. В настоящее время в секторе газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться, говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху. Напряженная ситуация остается также и на севере израильской границы. Жители ряда израильских населенных пунктов, расположенных на границе с Ливаном, эвакуируются. Все подробности у нашего специального корреспондента Эльмиры Мусазаде. Израильские военные объявили о том, что 4 километра – это зона, которая эвакуируется с границы с Ливаном. Это происходит не случайно. Последнее время все больше разговоров ведется о том, что радикальная группировка, которая во многих странах признана террористической. Хезболла может также вступить в боевые действия, уже открыв таким образом второй фронт. И все это происходит на фоне активных обсуждений возможной военной операции в секторе Гайза. И действительно это один из главных вопросов, потому что проиранская группировка Хезболла имеет гораздо больше арсенала, имеет гораздо больше оружия и действительно гораздо масштабнее по своей боевой способности, нежели чем довольно небольшая по размерам Хамас. И, конечно, сейчас один из основных вопросов – это сможет ли Израиль отвлекаться на два фронта – на север и на юг. И здесь, конечно, сдерживающий фактор – это в том числе и Соединенные Штаты, которые традиционно являются таким союзником Израиля, заявляют о том, что готовы прилагать все усилия для того, чтобы все-таки не допустить второго фронта, для того, чтобы не началось наступление со стороны Хезболлы. Хотя мы знаем, что вот в той части, где мы сейчас находимся, это практически, опять же, повторюсь, граница с Ливаном, здесь уже несколько дней ведутся такие систематические обстрелы со стороны Хезболлы. И в том числе была также поражена одна из наблюдательных камер израильских вооруженных сил, которые здесь находятся, в населенном пункте под названием Митула. Вот мы сейчас здесь находимся. И действительно, это может повлечь за собой глобальную эскалацию довольно большего масштаба, чем ту, которую мы наблюдали на протяжении этих девяти дней. И здесь вот нужно сказать о том, что по большей части именно шиитская Хезболла поддерживается, как говорится, Ираном, который в том числе и не скрывает в эти дни активную поддержку, которую Тегеран оказывает в том числе и Хамасу. И, конечно, это все создает возможность для того, чтобы география боевых действий расширялась. Но вот, как я отметила раньше, Соединенные Штаты пытаются делать все возможное для того, чтобы все-таки не допустить такой глобальной войны и широкой эскалации. И, в частности, вот в эти минуты с визитом в Тель-Авиве находится госсекретарь США Энтони Блинкин. Он уже находился в Израиле несколько дней назад. Это, в целом, такое первое крупное ближневосточное турне американского министра. И ожидается, что в том числе среди тех вопросов, которые будут сегодня обсуждаться с премьер-министром Нетаньяху, с министром иностранных дел Эли Коэном, а также с военным кабинетом, это то, что возможно ли в целом отложить и, может быть, даже не допустить начало наземной операции в секторе газа. Хотя разговоры об этом ведутся уже давно, но вот пару дней назад израильская армия заявила о том, что все-таки откладывается на несколько дней наземная операция. Тогда это основной причиной называлась плохая погода, из-за плохой видимости не могут работать боевые дроны. И вот поэтому была перенесена, как заявляется, наземная операция. Сейчас все больше появляются разговоры о том, что возможно она будет продолжена. И вот даже огромное количество тяжелой военной техники скапливается сейчас вблизи сектора газа. Об этом свидетельствуют в том числе и наши коллеги. Ну и можно сказать, что вот северная часть, где мы сейчас находимся, тоже не уступает в этом отношении. Здесь тоже, вот даже у нашей съемочной группы, когда мы ехали сюда, мы видели в том числе и тяжелую артиллерию, в том числе и танки. Конечно, не такого масштаба, как на юге, но тем не менее все-таки вероятность какой-то эскалации на севере также не исключается. В целом, хотел бы подчеркнуть, что активно привлекаются резервисты к службе в армии. Их количество уже превышает в два раза ожидаемое. То есть, если ожидалось, что будет около 200 тысяч человек, то сейчас цифра, которая сообщается, это уже около 400 тысяч. И, конечно, это огромная боевая ударная сила, которая располагает Израиль и которая может сдерживать как раз-таки такую возможную эскалацию и возможную войну. Но здесь, опять же, я бы хотела вернуться к вопросу о главном союзнике Израиля в Соединенных Штатах и рассказать о том, что как раз сегодня сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм заявила о том, что рассматривает вопрос включения резолюции в Сенате Соединенных Штатов о том, что Соединенные Штаты наравне с Израилем могут принимать участие в боевых действиях на Ближнем Востоке в случае, если Иран будет активно вовлекаться в то, что сейчас здесь происходит. И несмотря на то, что Иран заявляет о том, что не будет все-таки и не участвует и не планирует участвовать в боевых действиях, в этой эскалации все равно довольно серьезная напряженность, она сохраняется. И вот я бы хотела подчеркнуть, что как раз на севере пару дней назад был убит один местный житель. И вот это как раз послужило причиной такой масштабной эвакуации местного населения, которую мы сейчас наблюдаем. Здесь практически нет гражданских машин, вот уже в той части, где мы находимся. И вот дальше даже нашу съемочную группу не пускают. Хотя вот здесь вот можно сказать, что довольно спокойно себя чувствуют военнослужащие, которые здесь находятся на боевых постах. И возможно, что все-таки таким сдерживающим фактором в том числе будет являться визит ожидаемой президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который планируется уже к концу следующей недели. И многие аналитики говорят о том, что вот до начала его визита, ну и в принципе, как и во время визита непосредственно, все-таки серьезной эскалации не будет. Однако вчера, к примеру, сообщалось о довольно масштабных перестрелках, которые в том числе наблюдались именно вот здесь, вот на северной части. Ну и, конечно, здесь нужно говорить о том, что все-таки Хезболла, она обладает гораздо большим арсеналом оружия. Если даже в 2015 году сообщалось о том, что в арсенале Хезболлы, довольно крупной шиитской организации, которая находится на территории Ливана, находится свыше 150 тысяч ракет, в том числе и дальнего радиуса действия. Но пока что мы видим, что под активным обстрелом находится именно юг Израиля, так же, как и центр. Вот сегодня сильные прилеты наблюдались в районе Ашкелона, хотя вот на севере все-таки пока что тихо. Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Между тем, в Тель-Авиве боевики радикального палестинского движения «Хамас» ударили по международному аэропорту Бен-Гуриона. Об этом заявили представители «Аль-Касам» военного крыла палестинской группировки. В сообщении группировки сказано, что обстрел является, цитата, «ответом на преступления со стороны Израиля в отношении палестинцев». С израильской стороны сведений о разрушениях в районе аэропорта не поступало. Представители «Хамас» пообещали продолжать выпускать снаряды по городам Израиля. 16 по 20 октября военно-морские силы Турции проведут учения в Восточном Средиземноморье. Кроме того, с 23 по 27 октября также состоятся совместные учения с ВМС Турецкой Республики Северного Кипра. Примечательно, что Анкара решила провести учения после того, как США и Великобритания направили в Восточное Средиземноморье свои военные корабли. Ранее два авианосца ВМС США прибыли в Средиземное море. Их задача будет заключаться в сдерживании Ирана и движения Хезболлах, а также недопущении их присоединения к израильско-палестинскому конфликту. Переговоры между Турцией и Грецией начинаются уже сегодня, совещания по совместному плану действий и политические консультации пройдут в Афинах 16 и 17 октября. Турецкую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел посол Бурак Акчапар. Ну, подробности у моего коллеги, это специальный корреспондент Турции Турал Асадзи. Турал, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Тали. Да, в последнее время мы наблюдаем, как Турция и Греция сближают свои позиции по ряду вопросов. И вот как раз сегодняшние консультации, которые начинаются в Греции, они говорят о том, что Анкара и Афины намерены нормализовать отношения, которые были испорчены на протяжении нескольких лет. И напомню, что в прошлом году, в 2022 году, в июне, Реджептей Пардоган заявил о том, что неконструктивные, деструктивные действия греческой стороны привели к тому, что были отменены подобные встречи по ряду вопросов, политические консультации, были заморожены. Данный процесс не продолжился. На тот период были намечены встречи глав МИД двух стран, а также премьер-министра Израиля Мечетакиса и главы турецкого государства Реджептей Пардогана. Но как раз-таки визит в то время Мечетакиса в США, его заявления, антитурецкие заявления, а также действия Афин в Эгейском море, все это привело к тому, что данные контакта между сторонами были приостановлены. Но вот после того, как в Турции в феврале произошло землетрясение, после этого процесс нормализации вновь, можно считать, сказать, что начался. Мы наблюдаем потепление в отношениях двух стран. Реджептей Пардоган провел несколько раз телефонный разговор со своим греческим коллегой, а также провел с ним встречу в ходе своего визита в США, в Нью-Йорк, где он принимал участие на заседании Генассамблеи ООН, там тоже сделал ряд важных заявлений касательно взаимоотношений с Грецией, сказав о том, что Турция всегда готова к нормализации своих отношений со своими соседями, а также к конструктивному диалогу для того, чтобы в Средиземном море, в Эгейском море, в целом, в регионе иметь контакты, связи и взаимовыгодные отношения, партнерства с Грецией и другими странами. Я отмечу, что у Греции и Турции не сходились позиции, и до сих пор есть проблема по ряду вопросов. В первую очередь, конечно же, это вопрос островов на Эгейском море, а также вопрос, связанный с Кипром. Известно, что остров на сегодняшний день поделен на две части, на греческую и турецкую, и греческая сторона всячески отказывается принимать Северную Республику Турецкого Кипра как государство, хотя договоренности на этот счет, согласно заявлениям и ООН, и турецкой страны, и ранее даже греческой, были достигнуты некие соглашения. Был период, когда Турция была согласна, и турецкая часть Кипра, Северная Республика Турецкого Кипра, была согласна на диалог и создание некой конфедерации, подобного государства, греческого и турецкого вместе на острове Но, и как раз таки греческая сторона, администрация острова, затем отказалась от данного решения, и уже после этого турецкая сторона на сегодняшний день также заявляет уже о том, что Республика Северного Кипра это независимое государство, независимость которого должны принимать во всем мире, это очень важный шаг для турецкой стороны, именно с трибуны ООН об этом заявлял президент Турции Реджептей Пердоган о важном признании Республики Северного Кипра, Турецкой Республики Северного Кипра, и о том, что именно данные вопросы должны стать важными в переговорах между сторонами, и греческая сторона не должна идти на провокации и дескрутивные шаги, используя как раз таки вопрос, связанный с Кипром, с ее северной частью. Помимо этого, как я отметил, вопрос островов в Эгейском море, которые были переданы Греции по Лозаннскому соглашению, по соглашению данные острова должны оставаться нейтральными, их вооружать нельзя, но греческая сторона за последние годы именно поставляет вооружение, открывает новые военные базы на этих островах, что, конечно же, вызвало критическую реакцию с турецкой стороны, именно из-за этого последние годы, и последний год, год-два мы наблюдали напряжение в отношениях Афин и Анкары, но, тем не менее, на сегодняшний день, возможно, данный вопрос можно будет решить, по крайней мере, стороны проводят подобные консультации, и Анкара настроена позитивно в этом вопросе. И здесь, конечно же, есть фактор Соединенных Штатов Америки, турецкая сторона, лично Реджеп Тейфордогам, многократно заявляла о том, что именно США, Вашингтон играет негативную роль в отношениях Афин и Анкары, и что Афины не должны прислушиваться к подобным, скажем, деструктивным советам Соединенных Штатов Америки и идти на диалог с Анкарой, потому что многократно заявлялось о том, что военные базы США на востоке Греции, как раз-таки в приграничных районах с Турцией, они все больше вооружаются, туда все больше поставляется вооружение, тяжелая техника, и это волнует турецкую сторону, учитывая, что США и Турция и Греция, в частности, являются союзниками по НАТО, в Альянсе, турецкая сторона задается вопросом, а для кого, для каких целей Соединенные Штаты именно вот посылают все больше, поставляют все больше вооружения в эти военные базы, Соединенные Штаты, в свою очередь, заявляют о том, что это все, все это вооружение поставляется с целью бороться ИГИЛ и против России. В Анкаре, конечно же, этим доводом не верят, учитывая тот факт, что данные решения были приняты как раз-таки тогда, когда отношения между Анкарой и Афинами были крайне напряженными, речь идет о последнем годе, и как раз-таки в этот период США поступали с резкой критикой в отношении политики Анкары по данному вопросу и поставляли в регион все больше и новое вооружение, что, конечно же, волновало турецкую сторону. Ну, в целом, это ли вот так, Турция и Афина в сегодняшний день вновь возвращаются к застолу переговоров, дипломатии. Напомню, что в прошлом году этот процесс был приостановлен из-за действий Афин в Эгейском море, а также из-за проблем, связанных с вопросом Кипра, но после данных случаев, скажем так, по заявлению турецкой стороны, по инициативе даже, можно сказать, турецкой стороны, стороны начали вновь данный процесс нормализации отношений и в ближайшее время, по сообщению турецких СМИ. Возможно, вновь состоится встреча глав государств, Раджопта и Пардогана и греческого премьера Мичатакиса. Телли, пока на этом у меня все. Спасибо большое. О переговорах Турции и Греции рассказал Турал Асади, специальный корреспондент в Стамбуле. Освобождение от 30-летней оккупации азербайджанских земель ждал весь тюркский мир. Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джаид Бахчи, выступая на мероприятии в 500 лет дипломатии внешнеполитическое ведомство Турции от прошлого к будущему. Он также отметил, что флаг Азербайджана, поднятый президентом Ильхам Малиевым в Ханкенди, полностью вернувшимся под контроль Азербайджана после локальных антитеррористических мероприятий, будет развиваться там вечно. Гости мероприятия также рассказали о братстве Азербайджана и Турции, которое проявляется и на международной арене. Помимо панельных выступлений была организована выставка, посвященная различным периодам истории турецкой дипломатии. Сегодня внешняя политика Турции на региональном и глобальном уровне демонстрирует свою эффективность. Президент Реджер Тейпер Дуган, выступая на генассамблеях ООН, высказывает никем ранее не озвученные мнения. Сила Турции и ее лидерство демонстрируют межнародному сообществу, что даже у самых сложных задач есть решение. Конституционный суд Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» и установил нарушение президента в республике Саламезу Рабашвили Конституции. Суд установил, что глава государства в начале прошлого месяца посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи высокого уровня. Поскольку правительство Грузии не дало согласия на этот визит, правящая партия обвинила президента в нарушении Конституции. За такое решение проголосовали 6 из 9 судей Пленума Конституционного суда Грузии. Решение будет направлено парламенту, после чего вопрос об импичменте президента будет вынесен на голосование на пленарном заседании в течение двух недель. Импичмент Зоробишвили состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов. Ну и к новостям экономики продолжит Меддина Курбанова. За 9 месяцев текущего года объем добычи нефти и конденсата в Азербайджане составил 22 миллиона 700 тысяч тонн. При этом экспорт составил 19 миллионов тонн. Об этом в социальной сети Икс сообщил министр энергетики Азербайджана первых шахбазов. За отчетный период добыча природного газа превысила 36 миллиардов кубометров. Это на 5 процентов больше прошлогодних данных. За рубеж было поставлено 17 миллиардов 800 миллионов кубометров голубого топлива. Сообщается, что Азербайджан нарастил экспорт газа на 9 процентов. Из общего показателя 8,6 миллиарда кубометров было направлено в Европу, 7,5 миллиардов кубометров в Турцию, миллиард 700 миллионов кубометров в Грузию. Сарсанское и Согувышанское водохранилища сыграют важную роль в развитии сельского хозяйства Азербайджана. Об этом в эфире телеканала CBC, сказал доктор философии по экономике Имин Горибли. По словам эксперта, климат меняется и проблемы водообеспечения стали более актуальными. Это, естественно, сказывается и на сельском хозяйстве Азербайджана. Сегодня с помощью этих водохранилищ планируется перенаправить воду не только в Карабахские и Восточно-Азонгизурские экономические районы, но и другие близлежащие территории, вплоть до Ранской экономической зоны. Накануне президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища и ввел в действие Сугувышанское водохранилище. Здесь построены новые административные здания, сторожевой корпус, ремонтная мастерская и насосная. Сегодня, когда мы знаем, что появится государственная программа для оптимизации водных ресурсов, я считаю, что эти два водохранилища сыграют немаловажную роль в развитии сельского хозяйства Азербайджана. И, естественно, не только сельского хозяйства. Сегодня мы знаем, что города, села будут снабжаться соответствующими водными ресурсами, которые берут исход из азербайджанских гор и из Азербайджана. Это тоже стратегически важно для нас сегодня, что если одно дело, в большинстве реки берут начало своих из других стран, а вот эти реки, в основном в этих водохранилищах, исток берут именно из территории Азербайджана. Это тоже для нас стратегически очень важно. И думаю, что, опять же, это даст свой толчок для развития всей экономики Азербайджана. Предпринимателям, ведущим производственную деятельность на освобожденных территориях, будет выплачена финансовая помощь за пользование коммунальными услугами. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана. Мера нацелена на ускорение экономического возрождения на территориях, освобожденных от оккупации, и повышение их инвестиционной привлекательности. Также намечено создание современной производственной торговой и сервисной инфраструктуры, применение инновационных технологий, реализации промышленного потенциала и создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Соответствующее распоряжение президента Азербайджана подписано 1 мая 2023 года. Для получения финансовой помощи предприниматели должны обратиться в налоговое ведомство, предоставив необходимую информацию и документы, в том числе свидетельство об оплате коммунальных услуг, договоры с соответствующими государственными предприятиями. Согласно постановлению предпринимателя, осуществляющую производственную деятельность на территориях, освобожденных от оккупации, в течение 10 лет, начиная с 1 января 2023 года, будут иметь право на получение уплаченных ими средств в соответствии с тарифами на коммунальные услуги. Это электричество, природный газ, услуги водоснабжения и водоотведения, потребляемые ежемесячно. Финансовую помощь в размере 20% предполагается выплатить из государственного бюджета. Постановлением номер 180 Кабинета министров от 2 июня 2023 года утвержден порядок выплаты финансовой помощи за пользование коммунальными услугами предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на территориях, освобожденных от оккупации. Юбилейная 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации ООН сегодня открылась в Самарканде. Узбекистан впервые принимает такое мероприятие. Запланировано проведение инвестиционного и образовательного форумов. Подробности у корреспондента из Узбекистана Борчиной Мусалям Казе. Она подключается к нам. Здравствуй, Борчиной, тебе слово. Здравствуйте, студия. Как я уже сообщала, в рамках Генеральной Ассамблеи ЮНВТО сегодня с утра начали работу несколько сессий. Во второй половине дня состоялось торжественное открытие 25-й юбилейной сессии ЮНВТО. На нем участвовал президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. В начале торжественного открытия на внимание участников предоставили ролик о туристическом потенциале республики и о ключевых реформах. Далее президент Узбекистана выступил с приветственной речью, в котором он особо отметил, что проведение Генеральной Ассамблеи именно в жемчужине шелкового пути в туристическом центре Узбекистана в Самарканде имеет особый смысл, так как Самарканд превращается в один из современных туристических центров мира. Он отметил, что глобальный туризм вновь набирает обороты после пандемии и становится основным драйвером экономики, мировой экономики. Он также подчеркнул, что туристический потенциал нового Узбекистана высок и стране по политике открытых дверей туризму уделяется особое внимание. Например, для граждан почти 100 стран внедрён безвизовый режим. Также в 2022 году Узбекистан посетили почти 5,5 миллионов иностранных граждан в туристических целях. Этот показатель увеличился на 3,5 миллиона по сравнению с 2021 годом, а за 8 месяцев текущего года страну посетили 4,3 миллиона зарубежных туристов и доход составил почти полтора миллиарда долларов. В этом году увеличилось число туристов из Японии в 5 раз, из Китая и Индии в 2,5 раза, из США в 2 раза. А в течение 2023 года страну посетят ещё 7 миллионов туристов, отметил президент. Этот показатель планируется довести к 2030 году до 15 миллионов, а внутренний туризм довести до 25 миллионов. Также в туристических городах страны начнут действовать 30 туристических кластеров, отметил Мерзиёев. Также он выдвинул несколько предложений, среди них выработка системы безопасного глобального туризма, развитие зелёного туризма и для этого нужно разработать стартапы по зелёному глобальному туризму, разработать систему инклюзивного туризма. Также глава государства подчеркнул, что Узбекистан намерен к 2025 году довести долю туризма до 5% ВВП, а за последние 8 месяцев в Узбекистане начали работу также 6 частных авиакомпаний, налажены 20 международных и 6 внутренних авиарейсов. Также открылись более 70 новых туристических маршрутов. Сегодня также состоялась встреча Шавката Мерзиёева с Генсьеком Юнвыто, Зурапом Пололикашвили. При встрече дана высокая оценка совместным усилиям по популяризации бренда «Туризм» на шёлковом пути, включая реализацию программ и проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, популяризацию туристического направления в нашу страну, то есть в Узбекистан, и подготовку квалифицированных кадров. В завершении встречи была достигнута договорённость о принятии совместной дорожной карты для практической реализации основных итогов юбилейной сессии. Мы, журналисты, журналисты в пресс-центре беседовали с организаторами мероприятия. Они отметили, что юбилейная генассамблея кардинально отличается от прежних. Во-первых, это узбекское гостеприимство, узбекский колорит, и в разработке программы они уделили внимание не только при введении сессии, но и организовали шоу-представления в амфитеатре Вечного города, которое расположено в Самарканде. Также будут концертные программы, где будет представлена культура Узбекистана, что является неотъемлемой частью туризма. Напомню, в рамках генассамблеи пройдут глобальный инвестиционный форум в сфере туризма, туристический форум Европейский союз, Центральная Азия, также образовательный форум и фестиваль экотуризма. Кроме того, в рамках сессии выберут лучшую туристическую деревню. В списке от Узбекистана пять объектов. Это туристические деревни Куанегель в самом Самарканде, Сан-Топ в Новоейской области, Сан-Гердек в Сурхандаринской области, Ухом в Джизакской области и Авваль в Ферганской области. Также другие страны тоже выдвинули свои регионы для участия в этом проекте. Мы продолжаем наблюдать за работой генеральной ассамблеи и передаю вам слово. Коллеги. Большое спасибо. На прямой связи со студией из Узбекистана была моя коллега Борчиной Мусалям-Казы. Ну что ж, мы продолжим информировать вас о самых актуальных новостях экономики. Телли. Спасибо большое, Медина. Ну, к этому часу пока все. Мы встретимся с вами в вечернем выпуске. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok